итак дорогие друзья о всем привет hello всем всем привет все я нахожусь в москве и сейчас у нас будет урок по 14 главе с 11 отрывка всем привет дорогие друзья все надеюсь что меня слышно видно все влад яков шатадин все пришли сейчас я как раз напечатаю что мы будем сегодня изучать что было видно начиная с 11 отрывка и мы сегодня где-то 3 отрывка должны пройти так все всем привет лилия берман привет сейчас секундочку вот значит сейчас мы запускаем этот урок вот видно меня уже так сейчас все тони каукман все отлично и вот текст сегодняшнего урока до что было понятно даже о чем мы будем говорить о но почему-то всю главу мне распечатала да мы сейчас будем изучать с 11 отрывка с 11 значит написано в 11 отрывки так написано в 11 отрывки так значит все все внимание внимание талия рафальская все значит в одиннадцатом отрывке написано так что было понятно что сейчас идут отрывки подряд это идет продолжение от предыдущих от десятого отрывка от 9 и восьмом девятом нам все нам говорилось о том, что есть у человека его внутренний мир. У каждого человека внутренний мир. И во внутреннем этом мире человек, ну, обычно он человеком и называется, потому что у него есть свобода выбора. У человека есть свобода выбора, поэтому он человек, да, то есть он не робот, он не машина, он... И нормальный человек, он все время сомневается. Или так поступить, или так поступить, или так поступить, или так поступить. То есть Раф Десслер как-то объяснял, что у каждого человека внутри есть как линия фронта между добром и злом, и он все время по этой линии фронта двигается. Она есть у всех, даже у цадиков она есть у всех. То есть у тебя есть злое начало, которое ты должен преодолеть, и у тебя есть добро, которое ты должен делать. И злое начало привлекательнее, чем доброе, и тебе все время нужно справляться со своими какими-то слабостями. Теперь есть люди, которые на стороне зла, это грешники разных типажей. Есть люди, которые на стороне добра, это цадики, праведники разных типажей. И есть люди, которые такие нормальные люди, которые не знают, туда или туда им перейти, но у них все равно есть вот этот выбор. Теперь, значит, мы остановились, 10 отрывок был, что сердце человека знает свою горечь и в радость не вмешивается чужой. Имеется в виду что? Что внутренний человек, если он прислушается к себе, он всегда почувствует. Он почувствует, или это все-таки добро, или это зло, или он правильно поступил, или он неправильно поступил. Да, Михаил, привет. Но это такой очень тонкий голос души, который очень тяжело слышать. Теперь 11 отрывок, нам сообщает царь Соломон, он сообщает так, что дом, бейт именно, бейт решаим, дом злодеев, и шмат, он будет уничтожен, просто стерт будет дом злодеев в ойле и шарим яфриях. И шатер, шатер прямых, те, которые идут прямо к Богу, он будет процветать. Вот сейчас понятно, откуда выражение «с милым рай в шалаше». Значит, получается очень интересная вещь, что дом – это… Человек стремится в этом мире обеспечить себя жилищем, дом каменный, поставить себе, чтобы была безопасность, да? Теперь, ну, если человек злодей, то какой бы он себе не сделал каменный дом, сколько бы он себе не сделал там комнат охраны и так далее, но у него не приходит внутри ощущение безопасности, потому что он чувствует, что дом этот будет уничтожен вместе с ним. Почему дом будет уничтожен вместе с ним? Потому что все в этом мире, по большому счету, оно будет развалиться, будет уничтожено, то есть весь этот материальный мир, он стремится к разрушению, да? И злодей он вроде бы себе уже и такие скены метровые поставил, а все равно ему как бы плоховато, да? Вот эти все лувры понастроили, понастроили эти цари-лувры. Никто не доживал даже до конца стройки, вообще ни один из них не доживал, и все убивали, знаешь, он царь, я себе построю, сейчас дворец захвачу, там дворец захвачу, то эти все римские императоры, их колбасили вот так вот, он только что-то римский император задумал, его бах, убил другой, там переворот, здесь переворот. Значит, нам сообщил Шлома Меллаха, ему можно верить от имени Бога, что дом, даже каменный дом злодеев будет уничтожен. Теперь, в оль ешарим я приях, и шатер прямых людей, он будет процветать. Что имеется в виду? Здесь имеется в виду не некие материальные аспекты, а процветание внутри, он будет чувствовать вот это вот ощущение, о котором говорилось в 10-м отрывке, что с милым и рай в шалаше. Это о чем имеется в виду? Когда у человека на душе там любовь, спокойствие, он любит Бога, он уверен, что он занимается правильными делами, он знает, что Бог о нем позаботится, так ему хоть шатер, хоть домик, хоть что, ему внутри хорошо. И он не сомневается в воде, что Бог о нем навсегда позаботится. Я сейчас вспоминаю одну историю, как я слышал по радио ее в Иерусалиме на день катастрофы. Значит, рассказывал один раввин, что у него была семья из Литвы, его папа, и он учился в какой-то ишиве для денег, там были гениальные такие, ну, мудрецы, молодые, их там собирали. А было принято, чтобы выдавать, богатые евреи в то время выдавали своих дочек за мудрецов Торы, считалось самым почетным и правильным выдать свою дочку за самого большого мудреца. И вот богатые люди, они прямо приходили в эту ишиву и говорили, вот дочка, обязательно между ними должна была быть любовь тоже, но именно давали большое преданное, говорили, пусть будет великим раввинам, я буду их обеспечивать полностью их жизнь, вот им квартира, вот им магазин, вот им завод там, который на них будет работать, все. И он говорит, мой папа учился в этой ишиве, и все его, ну, с тем он учился, ученики, женились на таких богатых девушках из богатых семей. А он говорит, а мой папа, он женился, там был рожь ишива, глава ишивы, который мудрец, но он был бедный, он был бедный, он был великим мудрец, но бедный, он жил в этой ишиве в двухкомнатной квартире, у него была дочка. И он говорит, мой папа женился на этой дочке без преданного, им отдали там одну какую-то каморочку маленькую, они в этой каморке родили меня, он говорит, а это рассказывал великий раввин тоже такой из Израиля. И говорит, они меня родили, разделили каморочку на две половины, перегородочкой такой, и говорит, потом началась война. И началась война, и когда Литва, буквально было две недели, когда было непонятно, что там дальше будет, и он говорит, мои родители собрались, и без всяких разговоров, без бога о нас позаботится, и они уехали. И говорит, наша семья единственная осталась жива из всего этого города, потому что все остальные, когда тяжелые каменные стены, тебе жалко их оставить. Ты за них держишься, и они как бы, а они держат тебя, и всех убили. А говорит, мои родители спокойненько, на легте взяли меня, оп, и в Израиле, он сейчас глава ишивы, там, десятки детей, внуков и так далее, древо жизни. Поэтому никогда ты не знаешь, где твоя безопасность, и поэтому нам сказал, что ориентируйся не на стены, а на праведность. Хорошо, теперь двенадцатый отрывок. Двенадцатый отрывок. Есть путь, который кажется прямым, который кажется прямым в глазах человека, а в конце его пути смерти. Что это значит? Значит, здесь говорится о категории грешников, которая называется Ивэль, это скептик, который сомневается в правильности Торы, сомневается в правильности божественного какого-то знания. Стептик, он во всем сомневается. И ему, этому скептику, ему кажется, что его путь, мы учили это же Мишли, что путь стептика прямо в его глазах. То есть Ивэль, этот грешник, так как он все отрицает, значит, что ему остается, то, что он скажет, правда. И раз он это говорит, он говорит, вот, а я считаю, что вот так. Он пошел сюда. А я считаю, что вот так. Он пошел туда. Ему кажется, он всегда идет по прямой. То есть он как бы все время, вот я красавчик, да, только я сам себе указка, и мой путь всегда прямой. Теперь этот вот грешник, Ивэль, который скептик, он, значит, на первом этапе, ему кажется, что он все время выигрывает, да, потому что он как бы все время прав. Он говорит, а я все время прав, потому что я могу там опровергнуть любое чужое мнение. Поэтому мое мнение, оно как бы остается. Но это краткосрочное мнение. В конце его путь смерти, потому что ничего там дальше не остается. То есть здесь интересная вещь. Если человек, он все отрицает, он говорит, есть такие гностики, они называются, что вижу, то пою. Вот я вижу там телефон, в телефон я верю. А ангелов я не вижу, в ангелов я не верю. То есть вроде позиция такая нормальная. Ну а дальше-то что? То есть если кроме того, что ты видишь, ничего нет, то как только ты перестаешь видеть и осознавать, тебя тоже нет. Все, закончились. То есть позиция вот такого материалиста, который верит в то, что видит, его позиция заканчивается ровно на границе того, что он видит. То есть все, тут я вижу, а то, что я не вижу, его нет. Значит, если я умер, ничего нет. Все, до свидания. То есть поэтому сказал нам Шломамылых, царь Соломон, что путь, который кажется прям перед человеком, но конец его путь смерти. Это как раз говорится о вот этом вот грешните-стептите. И тринадцатый отрывок говорится о человеке, который прикреплен. Вот давайте тринадцатый отрывок я вначале прочту, потом объясню. Гам, бисхок и кавлев. Также во время смеха, схок это смех, будет болеть сердце. Вахарита, симха туга. И конец радости это грусть, печаль. Что имеется в виду? То есть в принципе этот мир, этот мир называется мир лжи и мир страданий. То есть этот мир, он не предназначен для того, чтобы полностью вот в нем радоваться, да? Почему? Потому что изначально здесь все понятно. Все физическое, оно рождается и умирает. То есть рождается ребенок, уже понятно, что он умрет. Человеку, мне уже 45 лет, так это понятно, что средняя продолжительная жизнь, там, 70 лет, 80 лет. То есть каждый день он жизни приближает человека к смерти. И за вот этим вот всем материальным миром, как бы он не казался радостный в этот момент, на следующем шаге всегда идет обратная сторона медали. Как вот, любовь, человек влюбился, она придумывала себе любовь, 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 там вообще потом бах. Заканчивается, зачем все мечтания любви, все эти романтики и так далее. Заканчивается процессом производства детей. А потом, а потом после этого уже проходит еще пару лет, и уже как бы уже дети, уже вот эта бытовуха и так далее. А потом проходит еще лет 10, и люди разводятся, например. А где же была их любовь вся, да? Вот эта вся романтика, стихи, прямо признание в любви и так далее. Потом оно бах, и все рушится. То есть за любым радостным моментом в этом мире обязательно скрывается обратная сторона, печаль. И за смехом болит сердце, да? То есть имеется в виду, что есть вот эта боль, что все в этом мире приходящее. Все в этом мире приходящее. Единственное, что есть только вечность. Вечность есть. Это только в Торе, только когда человек прикрепляется через Тору к Богу, и он уходит за пределы этого материального мира, уходит в духовное пространство. Там нету смерти, там нету энтропии, там нету вот этих вот законов разложения. Там есть вечность, духовность, Бог, ангелы. То есть когда ты выходишь за пределы материальности, тогда может появиться чистая радость, в которой уже нет конца и нет смерти. То есть, как говорится, что цадите, они после смерти, они попадают в рай, и там они наслаждаются сиянием божественного света, божественного знания. То есть это такой бесконечный процесс развития, в котором, когда нет материи, которая может умереть и исчезнуть, тогда процесс развития и роста, он неостановим. Но это все уже в следующей серии, потому что останется между подходом к жизни религиозного человека и нерелигиозного. Что нерелигиозный, он воспринимает, как главное, этот мир, а религиозный человек воспринимает этот мир, как тренажерный зал, который для следующего мира, для следующего этапа. Понятно, да, идея? Поэтому, поэтому, значит, вот вся эта разница. И последний отрывок мы сегодня давайте посмотрим. Четырнадцатый отрывок. Мидрахав, изба, суглев, умеалав, иштов. Значит, от путей своих, от путей своих насытится суг, это как бы уходящий в сторону от путей своего сердца. Ну, доброго сердца имеется в виду. И мыалав, и значит, суглев, умеалав, иштов. Значит, и отдалиться от него человек хороший. Что это имеется в виду? Вот смотрите. В сердце у каждого есть вот эта вот божественная связь, божественная душа. Божественная душа, она святая, чистая. Это луч Бога, то есть он как бы этот луч Бога, это божественный свет. Он, по сути, добрый, чистый, любовь там и так далее. Это есть у каждого, кто называется человек, да, то есть это и делает человека человеком, вот этот божественный луч. Дальше он, он очень тонко где-то в сердце, тынтенькое, да, каждому человеку. Но управляет человеком или интеллект, какая-то интеллектуальная идея, или управляет человеком инстинкт, животное его натура. То есть, в принципе, большинством людей управляет животная натура, которая принимает решения на инстинктивном или на эмоциональном уровне страх и удовольствие. Есть у человека такая насадка рациональное мышление, которое управляет в зависимости от каких-то убеждений и верований, в которые человек верит. Есть душа, которая, божественная душа, такой свет, который тинкает там где-то потихонечку. Теперь человек религиозный, он заполняет свое рациональное мышление заповедями и правилами, по которым Бог сказал, надо действовать. И он идет по этому миру, как игра такая, да, действуя по заповедям Бога. Теперь, ну у него же тоже осталось, и тело у него осталось, и эмоциональная составляющая, страх и удовольствие. И у него происходит вот эта постоянная внутренняя борьба. Теперь любой человек, не только злодей, не только средний человек, не только цадик, все мы насыщаемся от своих путей, от плодов своих путей. Человек выбирает, по которому пути идти, и дальше он получает последствия своего выбора. То есть каждый человек, какой бы путь он ни выбрал, выбрал он хороший путь, он получает плоды хорошего пути. Выбрал плохой путь, получает плоды плохого пути. И вот, значит, человек насытится от плода своих путей. И здесь разбирается в этом отрывке, мало ли я точно не понял, как он это увидел. Но он говорит, что бывает у человека разница между тем, что он чувствует внутри. Вот он говорит, надо бы сегодня сделать добро, а сам в это время берет и делает какие-то преступления. Так он говорит, что именно идет ему плоды, идет от действий, а не от того, что он внутри чувствует. И бывает человек делает плохие действия, а внутри думает, эхо, надо бы сделать хорошо. Плоды он будет получать именно у действий, этот мир материальный. И хороший человек, поэтому, он должен прямо отдаляться от зла, убегать от зла и делать добро. А если ты не можешь делать добро, был такой Саба Миновардак, так он был великий мудрец. Он говорит, я, говорит, не уверен в себе, поэтому замуруйте меня в комнату. И он два года сидел, замуровали его в доме, там была миква, ему туда давали еду. И он не выходил. Ему другие мудрецы говорят, как ты можешь, емки-пур, синагога, там, ну, надо в меня не молиться, надо кучу вещей делать. Он говорит, вы знаете, написано, отдались от зла и делай добро. Я не чувствую, что я отдалился от зла. Я не имею права с людьми находиться. Я могу согрешить там, согрешить здесь. Если я могу согрешить, как я могу делать добро, это после того, как ты отдалился от зла. Поэтому, поэтому, он говорит, и приказал замуровать. А потом другой мудрец, Саба из Тельма, он ему сказал, он говорит, ты не можешь так себя вести, потому что твой уровень в Туре, он очень высокий. И ты должен добро распространять, ты должен других людей отдалять от зла и так далее. И Саба Минавардак вышел из этого заточения. И в 2018-2020 году открыл 20-30 ешив, 2000 человек училась в его ешивах. И в следующих поколениях практически все великие люди, они были выходцами из ешив Саба Минавардак. Потому что он все-таки вышел из этого заточения и поставил общественные интересы важнее, чем свои личные. Все, дорогие друзья, какие у нас есть три вывода. Первое, главное, это не материальный мир, а духовный. И главное, не стены каменные, а что у тебя в душе. Второе, нужно делать добро и не делать зла, это мы и так знаем. И третье, что еще можно отсюда сделать вывод, что в этом мире нет такой полной-полной радости, но тем не менее мы должны радоваться в этом мире тоже. Все, друзья, каждый день это подарок от Бога. Я вам желаю хорошей записи во всей книге, хорошей. Сейчас в этом месте надо обязательно желать друг другу добра, записи во всей книге, чтобы было у вас богатство, здоровье, чтобы была гармония, чтобы был огромный-огромный духовный рост, материальный рост, и чтобы был год хороший, сладким путем, чтобы мы приходили к добру не через удары судьбы, которые Бог вынужден нам давать, а через именно усилия над собой, потому что когда человек совершает над собой усилия, делая добро, этим самым он получает свою дозу страданий, которую иначе он бы получал, если бы его Бог направлял на правильный путь. Все, удачи, успехов, хорошего дня!